Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдёт о предвыборном турне Владимира Путина, о смерти Юрия Соломина и о трагической гибели Льва Робинштейна. Путин фактически начал свою предвыборную кампанию. Он отправился в большую поездку на Дальний Восток, сперва на Чукотку, а затем в Хабаровский край. Непонятно, зачем это понадобилось человеку, которого с гарантией переизберут. Недоумевает соратник Алексея Навального Руслан Шеведдинов на канале Александра Плющева. Я просто не понимаю смысла. Владимир Путин сейчас уже нет никакой необходимости ему делать видимость предвыборной кампании. Но он её пытается создать. И именно такой странный выбор, что он поехал на Чукотку. Вот действительно, проведите мысленный эксперимент у себя. Вспомните последнюю новость про Чукотку, которую вы слышали. И скорее всего, это будет новость о том, что губернатор Чукотки купил футбольный клуб Челси. То есть первое, что приходит в голову. Кроме каких-нибудь дурацких анекдотов. И что касается выбора. Чукотка прекрасная, она классный российский город. Но с точки зрения какого-то осмысленности в рамках старта предвыборного турне, это небольшой регион. Там своя специфика, свои проблемы. То есть там нужно говорить, уметь с людьми говорить, которые там проживают. Их там беспокоят проблемы скорее с инфраструктурой, которая в таких тяжёлых условиях и низкий там уровень жизни. В других регионах это свои проблемы. Короче, меня это не удивляет, но в целом странности я тоже фиксирую. Зачем он едет, куда он едет, о чём он с ними будет говорить. Темы для разговора с народом Путин действительно выбрал довольно странное. Например, он стал рассказывать, что старые друзья его не узнают. Это заставило блогера вспомнить теорию Валерия Соловья о том, что Путин умер, а страной управляет его двойник. Антон Орех. Одноклассники и однокурсники при встрече не узнают Путина. Акции Соловья снова растут. Путин объяснил перемены своей внешности тем, как на него повлияла власть. А в том, что она повлияла, сомневаться не приходится, комментирует политолог Станислав Белковский. Он в этом рассказе не сказал, что, видимо, одноклассники, друзья детства считали его таким рохли-мямли-разгильдяем. Ну, собственно, так многие считали в момент его прихода к власти. Не Белковский, кстати, который относился к нему всегда весьма серьёзно. А многие считали, ну, подумаешь, Путин и Путин. Что, собственно, отсидит один срок или даже максимум удувается, что он не тот человек, который может со страной сделать что-то ужасное, просто потому что он слишком малымелок для этого. Потом выяснилось совершенно не так. И тогда ещё родился анекдот, который Путин не простил людям, в элитах рассказывавшим его о том, как Рабинович заходит в кондитерскую и говорит «Дайте, пожалуйста, торт Путин». Торт Путин, а у нас нет. А что это за торт такой? Ну, это Наполеон только без яиц. Вот это, так сказать, обидно очень для Путина анекдот, который Путин сделал очень много, для того, чтобы опровергнуть базовый тезис этого анекдота в последующие десятилетия. И поэтому, конечно, его не узнают. Ну, ещё его не узнают, потому что действительно все у многочисленных космологических процедур. Он не похож сам на себя, образца 20-летней давности. Но, и уж тем более с точки зрения прогноза его старения и внешности, связанных с возрастом. Но он там сам сказал, что когда человек научается принимать роковые решения, это, конечно, очень сильно его обменяет. Да, конечно, меняет, потому что в 2000 году я по-прежнему возвращаюсь к мысли, что он совершенно не видел себя президентом. Это во многом было вопреки его собственным желаниям и приоритетам. А со временем он выяснил, что, оказывается, никто, кроме него, президентом быть вообще не может. И что он величайший в мире, безусловно, правитель. Не узнаёт Путина и политолог Татьяна Становая. Она пишет, что президент в этой кампании ведёт себя намного активнее, чем ожидалось. Очень ощущается разница в кампаниях 2018 и 2024 годов. В 2018-м всё было очень вяло, а кураторам всё никак не получалось вовлечь Путина в кампанию во всех смыслах. Как-то не был он расположен. Всё было уныло и дежурно. В этот раз кураторы, кажется, дорвались. Но очевидно, что самому Путину сейчас это нужнее, чем шесть лет назад. Исполнение желаний детей, забота о редких животных, очень пёстрое турне, прям ощущение, что Путин махнул рукой и пустился во все тяжкие, не особенно вникая. Кто-то скажет «двойник», не будем показывать пальцем. Но и война меняет людей кардинально. И действительно, Путин впервые за все годы своего правления добрался до Чукотки. Иронизирует на своём канале политический аналитик Михаил Шейтельман. Невозможно себе представить про президента США, чтобы он не был в каком-то штате. А президент Российской Федерации, который возглавляет Россию уже 24 года, ну, фактически, давайте, 23 с лишним года, никогда не был в субъекте Российской Федерации, который называется Чукотка, который размером больше Украины. Вместо того, чтобы съездить на Чукотку когда-нибудь, когда-нибудь, он вместо этого захватывает территорию соседней страны Украины, учреждает там какие-то новые субъекты, и туда под покровом ночи, чтобы никто не узнал, ездит или тайно, как он говорил, побывал в Луганской области. Тайно побывал в Луганской области. А на Чукотку не съездил ни разу. Вот сегодня впервые за 23 года правления президента Путина он съездил на Чукотку. А мог бы и в Подмосковье съездить. Там он был бы нужнее, отмечает твиттер профессор Преображенский. Путин приехал к жившим неделю в мороз без отопления в Подмосковье. Ну, шучу, шучу. Путин всем кортежем с полком охраны улетел на Чукотку, чтобы пощупать огурцы. На это путинское развлечение из бюджета потратят больше, чем на отопление в Подольске, кстати. Но в поездке на Чукотку заложен скрытый смысл, комментирует политолог Абаз Галямов на канале Ходорковский лайф. Тут несколько составляющих. Первое – это попытка продемонстрировать. Понимаете, у него же есть системная такая проблема. Возраст, состояние здоровья, бесконечно циркулирующие слухи о том, что он то ли уже умер, то ли скоро умрет. И в этом смысле дальний перелет, визит, неожиданный такой визит, как чертик из табакерки выскочил. Где-то там далеко, через половину земного шара там пролетел. Это все на таком невербальном уровне должно свидетельствовать о том, что президент в хорошей форме. Ну, то есть, если человек при смерти, так сказать, он не полетит за 3-9 земель. А раз полетел, значит, нормально, жив еще курилка. Повторюсь, может быть, люди не будут так это формулировать, не будут вербализовывать. Но на уровне эмоций, на уровне такой голой эстетики, так сказать, все-таки это способ продемонстрировать, позрамить, так сказать, всех тех, кто говорит, что там у президента какие-то есть с этим проблемы. Вот. Вторая составляющая, она связана с выбором такого вот крайне холодного региона, который в представлении россиян является вот там чуть ли не полюсом холода, так сказать, да. И в этом смысле Путин достаточно эффективный ход. Он как бы вот опять же на уровне эстетики, да. Ну, он мерзнет, как и все россияне. Ну, то есть, он со своим народом, да. То есть, они очень хитро сделали. Самый простой способ быть со своим народом, это приехать туда в Подмосковье, так сказать, там, пообщаться с жителями замерзающих домов, рассказать им сказки, то, что все идет по плану и что экономика прет в гору там и так далее, и так далее. Вот. Но там ты можешь нарваться на неприязненную реакцию и поэтому туда лучше не соваться. Вот. И поэтому они вот так эту тему вот решили обыграть. То есть, он тоже мерзнет россияне. Не думайте, что президент, так сказать, сидит в тепле. И действительно, пропагандисты именно так путинскую поездку и преподносят. Сергей Марков. Обычная погода в это время на Чукотке мороз 30-35 градусов. Лететь туда больше 10 часов. Разница по времени Москвы и Чукотки 9 часов. Это и ответ всем, кто сомневается, что у Путина прекрасное здоровье. Сибирское уже, можно сказать, здоровье. Путин наш крутой президент. Чтобы показать свою молодость и бодрость, Путин пустился в классическое стариковское брюжание. На встрече с жителями Анадыря он стал рассуждать, что в западных мультфильмах только скачут и стреляют. То ли дело старое советские. Наверное, президент давно не пересматривал советские мультфильмы. Там тоже можно найти к чему придраться. Иронизирует на своем канале блогер Илья Варламов. По сегодняшним меркам половину мультиков там попадает под статьи Уголовного кодекса. Там и скреп никаких нет. Чего стоит только серия «Ну, погоди», где волк переодевается в снегурочку, а заяц в Деда Мороза. Там какие-то разные сожительства. Там мышей, котов, не знаю, зайцев, черепах и львят. Там и чего только не было. Там какой-то мамонтенок, который плывет на льдине, у которого почему-то мама оказывается не мама, мама оказывается папой. И вообще, в общем, по нашим меркам, открывать ящик советскими мультфильмами очень опасно. Того и гляди, нарвешься на какую-нибудь пропаганду экстремистских организаций, разгибание скреп на нетрадиционные ценности и на все остальное. Поэтому лучше вообще ничего не смотреть. Лучше смотреть вечерние новости и вечерний ток-шоу на федеральных каналах. Там уж точно все выверено, проверено. И там точно никакой опасности для детского мозга не будет. Если послушать Путину, снова и снова выясняется, что в России не создали ничего такого, что могло бы конкурировать с советской продукцией, пишет публицист Анатолий Несмеян. Любопытно, что Путин привел в пример советские мультфильмы. Хотя последний советский мультфильм сняли хронологически уже три десятка лет тому назад. Пора бы снимать и хорошие, и добрые мультики и в России. Но даже ненавидящий союз Путин вынужден приводить в качестве эталона советские. Хотя Путин в этой кампании ведет себя активнее, чем раньше, политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Live говорит, что ему президент показался уставшим. Я увидел уставшего человека. Причем не уставшего вообще, об этом много говорилось там. А я увидел человека уставшего именно от той роли, которую ему сейчас доктор прописал. И где должен клоуном, ну, по сути, выступать и слушать всех этих людей. Там вот эта картинка вон и дыре. Ну, вот, конечно, издевательство. Я себя просто на его место поставил. Знаете, анекдот был такой, детский совершенно, у моего первого класса, когда, про Вовочку, кстати, учительница, сидит Вовочка на уроке и думает о том, что в семье не паладок, отец опять пьяный пришел, у матери денег нет, у сестра гулящая. Приходит учительница и говорит, Вовочка, скажи, сколько будет дважды два? Он сводит на нее и говорит, Мария Ивановна, мне бы ваша забота. Ну, вот, честно говоря, вот его разговор с директором совхоза, это был разговор Вовочки с Марией Ивановной. У него был затравленный совершенно взгляд, совершенно было понятно, что в голове у него, как у Вовочки, ну, совершенно другие проблемы. Она ему, вот, бухгалтер мой приедет, да вот посчитает прибыль. Да вот огурчики у нас, он говорит, огурец, несчастный взгляд, ищет глазами огурцы, трогает огурец размером с полицейскую резиновую дубинку. И говорит, ну да, хороший огурец. Я вам скажу, что меня больше всего поразило. Там во время этого кадра на заднем плане охранники стоят. И тоже уже, видимо, всех все достало. И один парень стоит, так заложил ногу за ногу. То есть вот, ну, так как-то отдыхает. Я подумал, что, в общем, раньше такой картинки не было, как трудно себе было это представить. Там Андропова, например, и охрана стоит, ногу за ногу заложил. Это, конечно, ну, может, не охранники, может, кто-то еще из прислуги. Вот так, в позе вольно. Это пока ни о чем нам не говорит. Но это говорит о том, что, в общем, мы все рабы ритуала. И если есть такой ритуал, как избирательная кампания, то ты должен через все круги ада ее пройти. Думаю, что, на самом деле, они, конечно, этим не ограничатся. И придерживаются какие-то яркие такие эпизоды под конец кампании. Все будет по законам шоу-бизнеса. Просто сейчас это подогрев. Шоу-бизнеса хватало и в предыдущих президентских кампаниях. Мы просто немного от него отвыкли. Напоминает Майкл Наки. Нынешняя избирательная кампания – возвращение Путина к корням, конечно. Многие кринжуют из-за его исполнения желаний детей, редких птиц, каких-то заездов по Чукотке. Но это же и есть классический Путин. Конечно, наш мозг, как мог, пытался вытеснить воспоминания о его полете со стерхами. Когда он нарядился стерхом? Как он плавал за амфорами и достал сразу две? Как светил с остцами верхом на лошади? Когда многие участники вечеринки Ивлеевой еще были подростками? Да, мы давненько этого не видели, но все это было. И, видимо, в этот раз у Путина ощущение, что выборы – не просто проходная процедура. По крайней мере, такой активной его избирательной кампании мы уже много лет не видели. Вопрос лишь в том – это кураж или страх? А кринжа нас явно ждет много. Может, даже в каком-нибудь танковом биатлоне поучаствуют или какой-то такой отбитой чуши. И все это было бы забавно и вызывало бы только усмешку, если бы, увы, речи не шла у диктаторей и убийцы, которые каждый день продолжают уничтожать Украину, похищать ее детей и лишать жизни ее граждан. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые важные и интересные сетевые дискуссии. Оставайтесь с нами. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На 89-м году жизни умер Юрий Соломин, известный актер советского кино, с 88-го года – бессменный художественный руководитель Малого театра. Зрителям запомнились персонажи Соломина в фильмах «Дерсу, Зала», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Хождение по мукам» в мини-сериале «Таск уполномочен заявить». Но чаще всего в соцсетях вспоминают роль, которую Соломин сыграл в фильме «Адъютант его превосходительства». Актерскому таланту Юрия Соломина отдает должное писатель Дмитрий Быков на канале «Живой гвоздь». Юрий Михайлович Соломин представляется мне великим актером, очень разноплановым, очень непохожим на себя. И все его роли очень непохожи, потому что Соломин Телегин и Соломин Эмиль – это два совершенно разных человека. Подвластно ему было все. Он умел комедию, умел гротеск, умел героику, ну, там, в знаменитом «Адъютант его превосходительство». Он действительно был гениальный, разноплановый, сложный актер. Кстати говоря, когда он играл Савиа Фёдора Ивановича в очередь со Смуктуновским, насколько я помню, или одновременно со Смуктуновским, если не путаю я ничего, я видел, собственно, как раз с ним этот спектакль, и он производил впечатление очень сильно. По-моему, кстати, и запись с ним есть, если я ничего не путаю. Мне кажется, что Малый театр был чрезвычайно консервативен, мало менялся. Ну, может быть, Соломин вообще был откровенен, искренен всегда в разговорах с журналистом. Я говорю, ну, хорошо, ну, пусть кто-то меняется. Должна быть и такая вот красочка. В палитре должен быть традиционный театр. У нас дом Островского, мы играем русскую классику, у нас классическая актерская школа. Мы не бежим за новациями. Ну, вот пусть будем и мы тоже. Понять его можно. Хотя мне кажется, что театр стагмировал. Я со страхом думаю о том, что будет после него. Юрий Соломин открыто поддерживал аннексию Крыма и одобрял вторжение в Украину. И многие считают, что тем самым он, что называется, испортил себе некролог. Андрей Мальдин. Соломин и доверенным лицом у Путина успел побыть, и письмо в поддержку аннексии Крыма подписывал, и у Бастрыкина в общественном совете состоял. Но для миллионов соотечественников он так и останется Пал Андреевичем из-за дьютанта его превосходительства. Другие призывают судить Юрия Соломина не по его воззрениям, а по его человеческим качествам. А они у него были на высоте. Говорит на канале Ибрагима Рабаха публицист Леонид Радзиховский. Соломин, судя по всему, что я о нем знаю, что мы о нем знаем, что о нем пишут, был просто очень хороший, добрый, порядочный, честный человек. Вот то, что называется действительно хороший человек. Я сейчас много о нем пишу, я прочел интервью. Он, оказывается, женой подбирал бродячих дворняк. И они у него жили по 14-15 лет. Это может делать только очень хороший человек. У него была одна жена, он был семьянин. Он ни разу не замешан ни в каких постыдных историях. Ну, постыдных в кавычках, человек из человека. Разврат, всякие там вечеринки, пьянки, ничего зазорного в этом вообще говоря нет. Ну, хочет человек и хочет, да? Но, тем не менее, вот он был не по этой части. Дорогие друзья, как распределяются человеческие качества? Доброта, сочувствие. Честность, моральная опрятность. Как они коррелируют с политическими взглядами, это вопрос вечный, вопрос бессмысленный. Да, несомненно, если человек открыто проповедует троглодицкие взгляды, то есть призывает к убийствам, к насилию, к унижению и так далее. Да, такого человека трудно считать хорошим человеком. Даже если он прекрасный семьянин, обожает животных и так далее. Все равно, все равно, такой человек, даже за одни свои политические взгляды, иначе, как подонком, назван быть не может. И, кстати, это обычно сопровождается, ну, часто сопровождается очень низким поведением, очень низким поведением в личной жизни. Не всегда, но очень часто. Но уж, если человек вообще вне политики, а Соломин был вне политики, он был нормальный артист. Да, он, естественно, был конформист. А что он должен был? Для чего-то развлечения загубить свою жизнь? Он был хороший артист. Естественно, он был член КПСС там и так далее. Ну, и что? Вообще, смешно его оправдывать. Ну, слушайте, смешно. Соломин был просто хороший человек. Политолог Александр Кынев считает, что в первую очередь важен профессионализм. Оценивать актеров по политическим позициям – это интересная такая российская история. И ее энтузиасты, небось, и врача ищут нехорошего, чтобы правильно оппозицию поддерживал. Доктор, вы же мне здоровый зуб вырвали, а я за Навального. Ну, тогда ничего страшного, так сойдет. Другие пишут, что ради прекрасных моментов, пережитых в прошлом, они готовы простить Юрию Соломину его ошибки последних лет. Марина Шаповалова. Он ошибся, но теперь уже все равно. Мы с тобой, Юра, всегда будем помнить его таким, каким узнали и полюбили. А за ошибки и заблуждения ему теперь не перед нами отвечать. Дискуссии об отношении к творческому наследию тех или иных советских звезд, которые в путинское время сотрудничали с властью, возникают каждый раз, когда кто-то из них умирает. И каждый раз кончаются примерно одинаково. Светлые чувства побеждают. Но это не значит, что общественную позицию деятелей культуры не нужно обсуждать. В конце концов, многие действительно воспринимают их как носителей истины и следят за тем, на какую сторону они становятся. Власти тоже уделяют этому много внимания. Одних награждают и назначают доверенными лицами, других преследуют и выдавливают из страны. С вами «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Поэт Лев Рубинштейн умер в больнице после того, как его сбила машина на пешеходном переходе. Многие надеялись, что врачи смогут его спасти, но чуда не произошло. Рубинштейна, кажется, знала вся читающая и пишущая Москва. И все, кто его сейчас поминает, отмечают его выдающиеся человеческие качества. В случае Рубинштейна они шли рука об руку с его политической позиции, пишет литературный критик Александр Гаврилов. Помню, культурная публика горячо обсуждала, надо ли непременно художнику быть негодяем, чтобы служить исправно по творческой части. Не помню, что послужило поводом тогда. То ли историк кого-то съел, то ли прозаик расчленил. И я в порядке светского трепа спросил. «Лев Семенович, а вы как себе на этот вопрос отвечаете?» Рубинштейн этак повел глазами поверху и отвечал. «Знаете, Саш, честно говоря, это был всегда неактуальный для нас вопрос. Там, в официальной литературе, там, да, разбирались в тонкостях, обсуждали. А у нас, вот в особенности, собственно, у концептуалистов, как-то так получилось, что просто все были и остались хорошими людьми». Содержательно у меня к этой фразе были некоторые, как бы это сказать, аккуратные попытки уточнения. Но это совершенно не важно. Лев Семенович тут обозначил в двух словах то, что обычно ускользает от историков литературы и сочинителей учебников. Сам он был однозначно и, несомненно, хороший человек. Хороший человек. Сострадательный, честный, ответственный, точный, заботящийся, верящий, укрепляющий, радующий. Хороший человек. И морально его авторитет был построен не на каком-то особенном трибунстве, а на том, что он был хороший человек. И жесткое неприятие путинизма в целом, и войны в частности, при этом не грохочущие, лишенные всякой истерики и крутых перемен, не преодолевающие молчание ровное и последовательное, на том же основывалось. Он был хороший человек, и вся эта дрянь ему не нравилась. Поэтому к нему так тянулись, так слушали, так слушались. Поэтому без него так невозможно. Смерть поэта стала тяжелым ударом для тех, кто его знал. Возможность общаться с Рубинштейном была одной из последних отдушин для тех, кто еще не уехал из Москвы, отмечают в блогах. Всеволод Емелин. Такое впечатление, что Господь сознательно убирает с этой территории всех, кто реально помогал на ней выживать. Гением места называет его на своем канале журналист Сергей Пархоменко. Он был гений места Москвы. Вообще этот термин придумал Петр Вайль, автор знаменитой книжки «Гений места». Если не читали, найдите. Он там объясняет, что у каждого города есть вот такой гений. Не в том смысле, что он гениален, а в том смысле, что он хранитель духа, хранитель смысла этого места. Он тот, кто понял про это место, что-то важное, и кто пытается объяснить это другим. Москва – огромный город, остается без своего гения. В этом огромном городе совсем небольшая часть знала о том, что он здесь, но на самом деле он, конечно, играл в этой жизни огромную роль, понимая, что происходит вокруг, объясняя людям, что происходит в их жизни, оставляя на бумаге заметки о нашем времени, о наших ошибках, о наших надеждах, о наших победах и о наших катастрофах. Я бы хотел, чтобы вы теперь стали читать тексты Льва Рубинштейна и слушать его выступления. Их довольно много в Ютьюбе. Поищите, просто погуглите. И найдете, это несложно. Книги его продаются по-прежнему в магазинах. Тексты есть в электронном виде, на разных книжных торговых площадках. Найти нетрудно. Поищите. Это большая мудрость и это великая душа. И я думаю, чем больше будет проходить времени, тем больше людей будут помнить Льва Рубинштейна. Вот такой парадокс. В конечном итоге этих людей будет больше, чем знали и помнили его тогда, когда он был жив. И это то, чего добиваются талантливые люди. По-настоящему сильные люди. По-настоящему нужные люди. Вот это один из таких примеров. Читайте его. Помните его. И постарайтесь понять то, что он пытался нам объяснить. Со временем вклад Рубинштейна в литературу будет цениться все больше. Об этом пишет в том числе поэтесса Мария Галина. Не каждому, а если честно, практически никому удается создать новую поэтическую систему. Если говорить о концептуалистах, то даже лучшие из них, как Пригов, отталкивались от старой пересмешничая, комбинируя и тому подобное. Льву Рубинштейну удалось вмонтировать старую систему в новую, впустив в нее воздух и включив читателя в качестве сотворца, оставив ему домысливать недоговоренности, лакуны и провалы. Это редкий, почти уникальный случай доверия к читателю. После Мандельштама, наверное, первый за сто лет. Мы его любили. Он был хорошим человеком. Он был умным. Масштаб его личности и дарования будет только виднее со временем. Многие делятся своими любимыми стихами. Поделимся и мы стихотворением, которое читает сам Лев Рубинштейн на канале Арзамас. Есть время никого не трогать с пяти примерно до шести, Когда какой-то как бы коготь неспешно роется в шерсти. Есть время ничего не тратить от вечера до четверга, Как станет щели конопатить вечно гонимая пурга. Как станут временные силы то уходить, то приходить, И станут отчим могилы. Нас торопиться торопить, И нынче в самый раз отчалить в китайском папином плаще. Есть время никого не жалить и не жалеть. И вообще. На канале Арзамас можно послушать и другие стихи Львора Рубинштейна. А издание «Репаблик», где публиковались его эссе, Открыло их для бесплатного доступа. На сайте «Свободы» вы можете прочитать большое интервью с Альвом Рубинштейном И послушать передачи с его участием. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин